Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Опубликован очередной номер официального издания Республики Западная Армения Родина. Многие конструктивные заявления армянской страны и премьер-министра остаются без ответа азербайджанской страны и представитель МИД Армении. Азербайджан незаконно продолжает заселение в оккупированных территориях Арцаха. Франция запрещает дискуссии о реальности борьбы Сигил. Реутерс ВВП Турции зарегистрировала снижение на 2,7% в четвертом квартале 2018 года. 111 выдающихся людей со всего мира стали послами доброй воли форума Аврора. Фильм «Сибель» уже в кинотеатрах. Мы не террористы. На днях был опубликован девятый выпуск новой редакции ежемесячной официальной газеты Западной Армении. Официальная газета должна периодически публиковаться каждый месяц на западном армянском языке. Турецкая и английская версии также будут доступны в ближайшем будущем. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выступила с комментарием касательно процесса мирного урегулирования Карабахского конфликта. Комментарий опубликован на сайте МИД Республики Армения. В последнее время заявления разных государственных звеньев Азербайджана относительно Карабахского урегулирования стали заметно жестче. В них преимущественно акцентируется применение силы или угроза применения силы, силовое военное решение, проблемы, максималистическое, деструктивное высказывание, что достойно осуждения. Именно это и отражено в последнем заявлении сопредседателей. Многочисленные конструктивные заявления армянской страны, в том числе и заявления премьер-министра, остаются без ответа с азербайджанской стороны. Более того, на фоне заявлений о встрече лидеров стран Азербайджан принимает участие не наступательного характера, о которых не было сообщено вопреки требованиям международных обязательств. В условиях, когда премьер-министр Армении заявляет в Европарламенте о необходимости регионального диалога, толерантности и внедрении культуры компромиссов, из Баку звучат угрозы о том, что они могут подготовить общество не к миру, а к иным формам решения конфликта. Армения неизменно заявляла о своей приверженности к исключительным мирным переговорам под эгидой сопредседателя Минской группы ОБСЕ, приоритетами в которых являются безопасность и статус Арцаха. Ярким свидетельством этого является то, что после бархатной революции в Армении мирный процесс не только не приостановился, но и стал динамичней. Формирование атмосферы доверия, сокращение риска, внедрение механизмов предотвращения инцидентов и формирование атмосферы доверия, как это было зафиксировано в Душамбе, а ранее на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, продолжают оставаться предметными. Начальник управления информацией по связям с общественностью МИД Республики Орцах Артак Нарсисян прокомментировал новости Армении на news.am. Обвинение азербайджанской страны в якобы нарушениях международного права в связи со строительством села Араксаван. В начале марта, комментируя планы постройки населенного пункта Араксаван на юге Орцаха, МИД Азербайджан охарактеризовал данный шаг как нарушение женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним. В то же время, по утверждению внешнеполитического ведомства Азербайджана, заявления относительно Араксавана являются неприкрытым выпадом против многолетнего переговорного процесса под эгидой сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Как вы оцениваете подобные заявления азербайджанской страны? Комментарий МИД Азербайджана является ничем иным, как попыткой переложить свою ответственность за ситуацию в процессе урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта с больной главы на здоровую. В целом, обвинения Баку в нарушении женевских конвенций звучат более чем лицемерно, учитывая тот факт, что азербайджанские власти проводят государственную политику по заселению оккупированных территорий Республики Орцах, в частности Шоумянского района и части Мартакерцкого района. Полковник Франсуа Режи Регриер, командующий французским артиллерийским подразделением в Сирии, будет наказан руководством армии за критические замечания, сделанные им относительно методов возглавляемой США коалиции, которые предпринимаются для того, чтобы уничтожить оставшихся террористов исламского государства. Полковник Регриер открыто признал, что коалиция сосредоточила свое внимание на ограничении своих собственных рисков, а это значительно увеличило число жертв среди гражданского населения и уровень разрушений. Глава ВС Франции Флоранс Парли во время слушания в Сенате обвинила полковника Франсуа Режи Регриер, критиковавшего действия американской коалиции в Сирии в неискренности и недостатке личного мужества. Она отметила, что полковник своим откровением подставил под удар своих людей. Газета Le Monde опубликовала 27 февраля 2019 года раздел этой статьи, а также комментарии генерала Мишеля Гуи и генерала Сержа Чолле, в котором обсуждается обоснованный анализ полковника Регриера. В самом деле Франция долгое время запрещала давать объективную оценку действиям коалиции в Сирии, и, как видим, она не оборолась с ИГИЛ, а разрушала Сирию, как и многие другие французские солдаты на местах подтвердили это заявление. Полковник Легриер просчитался, скрывая предвзятость своей политической элиты. Аналогичная дискуссия была также в Соединенных Штатах. В 2015 году высокопоставленные чиновники администрации обсудили на саммите по безопасности и эффективности борьбы с терроризмом. The Daily Beast сообщает, что аналитики 50 Cent.com подали жалобу главному инспектору Пентагона за фальсификацию федеральных отчетов. Комиссия по контролю и реформе Палаты представителей начала расследования фальсификацией были. Скрывал эти факты генерал Джо Ален, и его попросили уволиться. Все могло бы продолжиться, если бы не выборы Дональда Трампа. Турция впервые за 10 лет столкнулась с технической рецессией. ВВП страны снизился на два квартала подряд на фоне валютного кризиса и резкого повышения процентных ставок. В четвертом квартале 2018 года ВВП потерял 2,4% с поправкой на сезонные колебания после сокращения на 1% в июле-сентябре, свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные данные. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, также ожидали снижения на 2,4% относительно предыдущего квартала. По оценкам аналитиков, спад в экономике Турции может продолжиться в первой половине 2019 года. Организаторы форума «Аврора» с гордостью сообщают, что в 111 лидеров и влиятельных представителей политических, академических, деловых кругов и шоу-бизнеса со всего мира присоединились к форуму «Аврора» в качестве послов доброй воли, демонстрируя свою готовность решать самые острые глобальные проблемы нашего времени и будущих поколений. Соучредители форума «Аврора» Нубар Афиян, Вартан Григорян и Рубен Вартанян приветствуют послов доброй воли как носителей видения «Авроры», продвигающих инновационный и эффективный подход к достижению позитивных социальных изменений в Армении и за ее пределами. На первом форуме «Аврора», который пройдет в Армении с 14 по 21 октября 2019 года, соберутся лидеры мнений и проводники перемен из Армении и других стран для обмена знаниями и опытом. Они также примут участие в учебно-просветительских и культурных мероприятиях, охватывающих различные сферы здравоохранения, технологии, образования, искусства, экологию и гуманитарную деятельность. Проведение форума «Аврора» стало возможным благодаря сотрудничеству различных армянских и международных организаций. Имена послов доброй воли были объявлены 10 марта 2019 года, в четвертую годовщину основания гуманитарной инициативы «Аврора». Программа форума «Аврора» в октябре 2019 года, организаторами которого выступает гуманитарная инициатива «Аврора» совместно с благотворительным фондом «Инициативы развития Армении», научно-технологическим фондом «Армении ФАСТ», глобальной образовательной платформой «Школы мира», международным колледжем UWC Дилиджан и Америя Банка включат в себя различные мероприятия каждой из этих организаций. Фильм «Сибирь» снятый Гоаламе Джованте и Джакла Зинджетшиком уже в кинотеатрах. Фильм «Уникальное послание о борьбе женщин и о вере в победу». Главная героиня фильма «Сибирь» живет в деревне, где доминируют феодальные традиции. Ее жизнь меняется, когда он встречает Али. В фильме подвергается критике неравенства между мужчинами и женщинами, а также за методы публичного наказания. Главная героиня на себе чувствует трудности обычаев и традиций деревенской жизни. Другой персонаж фильма – Али. Фильм показывает, что война не чужда Али. Он справляется со многими трудностями, учится лечить открытые раны. Чак отмечает герой фильма «Если я буду драться, я буду бороться за себя». Фильм затрагивает вопрос терроризма. Сибель слушает по телевизору, как он говорит, террористы погибли. Террористы. А затем женский голос. В Турции террористами считают курдов, которые борются за свои права и язык. Армян, которые добиваются исторической правды и признания геноцидом. Северных сирийцев, которые ведут борьбу с ИГИЛ. Террорист, как их называют, это оппозиция турецких властей. Как говорится в фильме, мы не террористы. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ВАРК ХАЁЦ в исполнении Арзумана. ИГИЛ. 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 Субтитры делал DimaTorzok С вами был Игорь Негода.